Слушайте, у меня с моими многолетними тут посадками скоро будет сад, гуще всех. Я люблю, когда такие заросшие сады и всякие. Ну и из-за того, что я не выбрасываю ветки, не сжигаю их, складываю их вокруг вот этих всех кустов, всякие там траву, рву когда и так далее. У меня там гумус создался, наверное, много. Так, я иду к соседке на Кохо. На Кохо иду. Не поверите, я сегодня моих жиличек выселила, блин. Я перепутала, они завтра уезжают, а я им такая уже пока-пока там послала письмо. Потом, правда, переписала, говорю, ну, блин, короче, что-то перепуталось, говорю, на сайте. Вот такое. Ну, я прямо не дождусь, когда они выехают. Вот, грымзы. Они вообще не выключают свет. Представляете, какая наглость. Просто не выключают свет и уезжают. Так, у нас опять пошел дождь, все серое, я попила кофе, иду домой. Так, у меня там какая-то резервация прошла на Airbnb. Сейчас надо им ответить. Вот Airbnb делает такое, это хорошо, что сначала они спрашивают, говорят, какой у них проект. Ну, то есть они типа на свадьбу едут, там в таком количестве человек, то есть все, пятьдесятых. И спрашивают, ну, типа, возьмете ли нас. И я уже сама выбираю, брать мне или нет этих людей. А в букинге у тебя нет выбора. Кто приедет, тот приедет. Кот в мешке, блин. Так, через два часа я еду в город, потому что мы сегодня кушаем в ресторане с Этьеном и Сырой. Вот так начинается мой понедельник, понимаешь? Понедельник, когда работать, короче? Сейчас я приехала к дочери, потому что малыш меня зовет. Так-так, прихожу домой, а здесь в почтовом ящике посылочка. Что бы это могло быть? О, смотрите-ка, что это? Я уже тут говорила. В общем, мне мой банк, которым я вот это вот, все мои катаклизмы, да, и золотая карта, подарил ноутбук, не поверите, всего лишь за подписку на мой любимый журнал Burda. То есть здесь уже гугли в нем. Ну, это, видимо, как хромбук, ноутбук, сильвер, серебряный ноутбук. Вот, подарок за подписку годовую на мой любимый журнал Burda Moden. Ну, в общем, вот это все вместе, как клиенту любимому, с которого друт деньги, блин, налоговые. Так что вот, подарочки приходят после дня рождения. К хорошим-то девочкам. Пожалуйста, спасибо. Это ваш подарок, видите? Кто знает эту песенку, помните, ностальжии. Ой, я такая рада, я такая рада. У меня теперь есть компик такой маленький, который можно с собой вот так вот быстренько там что-то ответить на комментарии, что-то написать, отправить какое-то письмо. Ну, такой, который можно в сумку положить. Не в маленькую, конечно, но такую обычную куда-то с собой взять. Не такой тяжелый, как мой ноутбук Asus, да? Вот. Конечно, у него там маленькие параметры, но мне, в принципе, нужно только вот для YouTube и для того, чтобы настроить всяких. Для написания там чего-то. Денис, конечно, будет в шоке, в зависти весь. Скажет, у тебя все, а у меня ничего. Ну, извините, все поломал вообще в доме, все, что можно. Так, сейчас еду, в общем, в ресторан. В тот же, где мы сыр и кушали на мать рождения. Очень вкусный ресторан. И вот единственный в понедельник, который работает, но вот Тьену захотелось тоже в понедельник выйти в ресторан, поэтому мы вот втроем решили вот в этот. Он уютный. Там, конечно, в основном приходят на бизнес-ланчи, там всякие люди, но он довольно-таки уютный. Пять минут назад еще я бегала по дому и играла с малышом в прятки. И мы с ним прятки сделали. Домики всякие из покрывала в них прятались. Это было очень смешно и весело. Вот так вот начался мой понедельник. Прикольно, кстати. Хотя с утра мне утром попортил настроение, конечно, Денис. Жутко просто со мной разговаривал, когда я его отвозила в школу. Чуть ли не дверь у меня хлопнула и сказал еще мне напоследок, ты увидишь у меня, когда я вернусь со школы. Он мне сказал, представляете? Я так вернулась домой, написала ему сообщение, что как хочет, пусть со школы, так и добирается. Берет где хочет деньги и едет на вот этом междугородном автобусе. Сейчас только что мимо меня мои жилищки проехали. Ну, как я сегодня утром лоханулась, конечно, взяла им, отправила письмо вот это. Пока-пока, типа, хорошей дороги. Ну, типа там, бутылки туда, это сюда. А потом такая, смотрю, они завтра выезжают, очень прикол. Ну, они поняли, написали мне уже окей, на завтра в 10 выезжаем утром. Единственная машина в нашем, во всем городе у них. Я такой еще не видела, поэтому я их узнаю каждый раз. Так, я приехала на место. Видим у нас стрейчо. Да, машина у них самая новая Peugeot, которая есть только на свете. Вот это электрическое. Так, я чувствую, я здесь не найду себе места. Мне нужно будет все это объезжать сто раз. Хватит ржать. Я тут фуагру снимаю. Ням. Так, и вот так вкусно. Так, у нас тут готово теперь вот так. Корица и грецкие орехи, да? Я прям слышу ее. А тут у нас крем-брюле. Монифик. Монифик. Такой ресторанчик миленький. У нас, понимаешь... Да. Мы тут уже завсегда по понедельникам ходим, понимаешь? Да, ванги. Люди идут на работу, а мы сюда. У, мы объелись. И насмеялись вообще. Как эти, на весь ресторан. Там уже все ушли, мы еще сидели после этого. Еще, наверное, не знаю, час. Рожали. Не, Этьен, конечно, он классный, позитивный такой человек. Совершенно вот, ну, если не смотреть на внешний вид там, да, то он прям вот молодой-молодой. И хохочет, и хохочет тоже. Все время какие-то шутки, прибаутки. Ну, в общем, мы все, вот трое, как-то, я, Ира, и Этьен, все какие-то такие эти веселухи, скажем. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, я еду домой, чтобы свой компьютерик сейчас налаживать новый. О-ла-ла, как мне это нравится. Прямо день у нас сегодня, не похожий на понедельники. Дениса придется мне все-таки забирать, потому что он написал, что тебе я не могу возвращаться на автобусе Междугороднем, потому что я кошелек дома забыла. Вот, так что придется за ним ехать. Но вечером мало не покажется. За такое поведение. Я приехала домой. Смотрите только на это совершенство. Посмотрите. Какая прелесть. Боже-боже. Красота. С нетерпением прибежала, чтобы раскрыть и запустить мой новый маленький ноутбучик, внезапно подаренный моим банкиром с моего банка. В общем, характеристики у него, конечно, маленькие. Что тут? Тут очень все маленькое такое, вон, совсем мало. Но для того, чтобы просто выйти в интернет, извините, и поправить там все на YouTube, в студии, и вон там в Facebook. Ну, все, что нужно, короче. Все эти WhatsApp, Telegram и так далее. Все отлично. Слушайте, открываем. Открываем. Вот тут такие заляпочки. Тут у нас, значит, быстрый старт. Как это все делается. Ой, даже фотик тут есть. Ничего себе на нем. Видеокамера. Так, зарядка. Где все остальное? А, больше ничего нету. А куда все делось? Это что, не в комплекте? А, это вот как... Понятно. Вот это все можно заказать на сайте. Вот этот, Donov.fr. Можно заказать вот эти карты к нему, microSD, зарядки, защитное стекло, вот этот вот футлярчик для переноски. Ну, я все это закажу. Прям сегодня же закажу, кстати. Он мне достался уже бесплатно. Вот кабель только есть от него, но он в любую вставляется в зарядку. Обычный кабель, как у всех смартфонов, в принципе, я вижу уже. Ну что, включаем. Да, вот техсервис, тут вот эти все номера, лицензионные, тра-та-та-та-та-та-та-та. Все, тут написано. Гарантия, год. Вот. Так, написано, как его запускать. Быстрый запуск. Я думаю, что он уже заряжен, наверное, немножко. Поэтому презентация аппарата. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какие кнопки, от чего. Ну, все здесь просто, в общем. Включаем. Так, вот такой вот экранчик. Конечно, еще меньше, чем я думала, потому что здесь такие вот полоски. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Подарок. Есть подарок. Обычный компик. Написано, как здесь первое включение. И что обязательно нужно так-то и так-то сделать и ввести свой пароль. Так, делаем. Килючила. Дыбук. Свой дыбук. Не хочу вам показывать там бардак. У меня такой караул просто. Просто караул. И белье, и все на свете. Дыбучик включился. Кто там такой со вторым подбородком объевшись? Понимаешь. Ждем-с. Такой бонжур тут. Поехали. За орехами. Короче, тут гугли параметры, то все, настройка. Честно. Вот, блин, все, что нужно. Легкий. Пахнет, я до сих пор не могу. Так пахнет вкусно, как знаете, что пахло? Когда раньше мы типа из березки, там вещи какие-то. Вот, пахнет иностранщиной. Ну, я не знаю. Чем-то очень вкусным, новым пахнет этот компьютер. Прям вообще не могу нанюхаться. Все, что нужно. Вот сейчас я скачаю на Play Store здесь все аппликации, которые мне нужны. И все. И все прекрасно. Просто супер. Короче, я довольна этим маленьким, но функциональным ноутбуком. Спасибо, LaBankPostal. В общем, настраиваю. Смотрите, у него мне так нравится. Вот здесь вот загорается такая штучка. И она тухнет, когда он выключается. Та-дам! Сейчас, хоп, выключился. Так, я еду в магазин без оденей. Магазин на поесть, что-то купить. Это уже что-то за выходные съели. Это все тот же понедельник. Я наигралась в компьютерик. Ну, еще не все на Стророва, конечно. Ну, понаучилась на нем, скажем так. Так приятно. Не могу. Как он пахнет. До сих пор у меня перед глазами стоит этот запах. Я даже не знаю, не могу передать, чем, как это назвать. Похоже, знаете, на что? Вот для бэйбиков такие всякие одежды, всякие средства для ухода для бэйбиков так пахнут. Вот как он пахнет. Вообще супер. Доброго утра из вторника всем. Мы едем в школу. Скажи привет. Здрасте. Здрасте. Ну, хоть так. А то что ты Дениску не показываешь. Кстати, подписчики попросили, чтобы мы с тобой сделаем совместный лайф. Давай. Ну, в смысле совместные рядом или совместные, каждый из своей комнат? Нет, рядом. Почему мне кажется, я помню. А, а смысл? А, нормально. Нет. Мы же в одном доме живем. Ну, давай еще будем с тобой общаться по телефону, да? Если мы в одном доме. Нет, просто рядом сидим. Ну, допустим, я тебе задаю вопрос, подписчики задают вопрос. И отвечаешь на вопросы, и я отвечаю на вопросы. Давай. Так, у нас просветов нет. Дожди идут и идут. Горяюли. Как думаешь, зальет нас или нет? Нет. Завтра выходной во Франции, 1 мая. Ничего не работает, даже ни один магазин, поэтому мы сегодня должны будем купить на завтра. У меня сегодня съезжают тетеньки англичанские, а я сейчас заеду к Ире на кофе. И помочь ей, там ей нужно было распечатать, короче, я распечатала, и нужно помочь ей заполнить, там, одну хрень административную. Как называется телефон, который самый лучший? Samsung S24 Ultra. Samsung S24 Ultra, что-то. У кого такой телефон, напишите в комментариях. Денис все бредит телефоном. Нам ответила страховка. Франшиза, ну, как бы, такая нормальная, посильная, 30 евро всего решили. Так, я вот еду за Денисовым автобусом. Вот любит он на автобусе кататься. Могла бы его довезти мне по дороге, все равно нет. Хочет на автобусе. Своими дружьями. Короче, еду к Ире. Вон автобус Дениса. А у вас есть в городе бесплатные автобусы, которые ходят каждые 15 минут? Куча их вообще. Да, погоды в это время года какие-то странные у нас. Потому что у нас обычно уже шпарят и ставят все бассейны. О, смотрите, каштан. Какой огромный. У меня такой же будет. Сейчас у меня пока маленький, но у меня такое же дерево будет. Офигеть вообще. Короче, иду. Кыри. Так, внезапно, утром. У меня сегодня там уезжают эти тетеньки. Блин, потом убираться. Ой, мама. Фу, мама. Так, как сложно французам объяснить конфеты птичье молоко? У них реакция такая, знаешь? Эрекция у них сразу. Они не понимают, что это такое. Что значит птичье молоко? Что значит птичье молоко? Что значит птичье молоко? Короче, вот, смотрите. СОС. Короче, все. Вот это вот госпиталь, в котором очень... Ну, мы все тут, и тут и гинекология, и все что угодно. Из других городов даже ездят. И все закрыто нафиг. Слушайте, ну это, конечно, здорово, когда так много воды. Прям все такое ожившее, ожившее. Ну, конечно, и подзавявшее тоже, но... Посмотрите, весь сад, это просто густота какая-то. Просто красота! Я люблю, когда так все... Вот здесь бы еще все поднялось, так вообще закрыло бы все. Я люблю, когда такая густота. Надеюсь, у меня везде так будет. И посмотрите только. Здесь даже персики. Офигеть вообще. Персики везде. Это роза. Знаете, какая пахучая? Это просто варенье можно делать. Огромное. И она, кстати, будет долго цвести, чуть ли не... Ну, не все лето, но значительную часть, так скажем. Одно отцветает, другое зацветает. Как-то так. Скоро вот эти цветочки все зацветут. Это будет синее все. Как-то так. Красота. Тра-та-та. У нас льет и льет, льет и льет. Все очень быстро растет. Просто с какой-то неимоверной скоростью. И все вот так вот виснет. Посмотрите. Из-за того, что вот эти все цветы, медонос вот этот намок, тяжелый стал. И все вот это повисло. Мне сейчас нужно это подстричь, потому что я не могу пробраться туда ни к компосту, ни к чему. И знаете что? Так как он все равно очень гипердико пахнет, просто чем-то, знаете, медом каким-то. Просто медом с молоком. И я обрезаю эти ветки и ставлю их внутрь в дом. И еще поставлю в тот дом, потому что там куряшки жили. И чтобы там пахло хорошо. В общем, сейчас я вот этой фигней занимаюсь под дождем, скажем так. Вместо того, чтобы сесть и полаевить, понимаешь. Но что делать? Смотрите, сколько. Капец они. Такие дубины. Просто нечто. Короче, вот освободила сюда проход. Вот это еще обрезать. Но пока пусть будет. Ладно, оно не падает на голову. А здесь у меня такой уютный уголочек для компоста и всякой рассады. Я здесь ставлю всякие горшки, всякие там всходы, там то-се. И вон компост. И вокруг него очень полезная земля всегда. И вот зола даже есть. Короче, здесь у меня тут... Я тут делаю всякие рассады, которые потом продаю. Вот, например, дерево. Вот это сумах. Деревце. Да. И всякое такое. Сюда я посажу огурцы. Вот это мне все нужно отсюда достать. Потом. Ну и как бы здесь я тоже делаю розы, рассаживаю. Там бутюраж этот. Черенкование, скажем так. Все постепенно. Ладно, эту ветку пока не буду срубать. Пусть пахнет хорошо. Потом оно все поднимется. Я уже его поровняю, чтобы он был более-менее приличный. Так, я сейчас не поверить. Вот это вот. Потому что оно распускающееся. Потащу внутрь дома. Поставлю в огромное... В большое ведро. И пусть оно там благоухает у меня. Ну, грядка с огурцами. Это типа будут тут огурцы. Это мне все нужно убрать отсюда. И уже типа постепенно засаживать сюда. А, рассаду огурцов. В общем, смотрите. Пообрубала. Жалко, конечно. Потому что он такой был медовый. Но, слушайте, это прям к Пасхе у меня в доме. Будет вот это все цвести. Мне нужно поставить какие-то ведра. И будет пахнуть классно. И в том доме тоже поставлю, чтобы там пространство улучшилось. Ничего, она растет. Этот куст очень быстро растет. Вот тоже. Их куча у меня. Круто! О, почему бы сюда не поставить. Ёшкин кот. У меня же еще корм тут есть. Куриный. Надо Энтьену сказать. Короче, немножечко убраться. И подвязать в середину все. И тут уже начало пахнуть. Это нечто просто. И все ради чего? Ради того, чтобы сесть на фоне. И сделать лайв. Нет, я хочу, чтобы у меня в доме так пахло, во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы на Пасху это осталось еще. Я такая полы намыла, убралась. Тут так пахнет вкусно, так красиво. Такой уже зен. Села такая в свою любимую передачу смотреть. Смотрю, динь-дон. Резервация прошла. Па-па-па-па. Короче, мужик один едет. Опять созвонилась с ним. Ну, вот сейчас должен уже приехать. Я по-быстрому прям побежала туда, постелила. Хорошо, что утром все убрала. Он переезжает с региона в регион. И вот, короче, ему надо куда-то упасть. Конечно же, со скидкой. Потому что я сделала так, что когда у меня между довольно крупными резервациями, если остается место, то я там делаю скидку. И тогда по-быстрому кто-то приезжает со скидкой. Но а что делать? Деньги надо. Хоть и в половину, но для одного человека это нормально. Блин, как мне нравится это дело. Так, мне понравилась вот эта вот, одноночки. Потому что он вчера поздно приехал. Сегодня рано уехал. И как бы вообще там ни следа нет от его присутствия. Поэтому я буду это практиковать. Сейчас мы будем... Сейчас Денис уже встал. Я жду дочь с мелким. И мы будем лепить пельмески. Мы пельмески будем лепить сегодня. На 1 мая трудиться будем. Короче, сказано, сделано. Хопля. Ням-ням-ням.